Что это такое? Ну, конечно, ролик. Что же это может быть ещё? Это же Дубань. Привет, друзья! Мне сказали, что я милашка с распущенными волосами, поэтому наслаждаюсь этой красотой. Хотя я не люблю ходить с распущенными волосами, они мешают. Их надо всё время причесывать, что-то с ними делать. Но поскольку они у меня, слава богу, растут и довольно неплохо, то я их не обрезаю. Ну, а сегодня я собираюсь покидать этот прекрасный отель и покидать эту прекрасную страну. И еду очень-очень далеко. Именно в то место, где сейчас происходит саммит. G20. То есть на Бали. Но это совершенно случайно. Так сложились обстоятельства. Я не планировала. Вернее, я наоборот планировала как-то обойти этот саммит. Но получается так. На чём ты экономишь деньги, там смотришь как попроще. И всё равно, получается, попадаю как раз в первый день саммита, я как раз приеду на Бали. Вот. Значит, меня ждёт длинная-длинная дорога. Надеюсь, я это выдержу. Всё-таки возраст уже не 18 лет. Ну, а куда я денусь? Конечно, выдержу. Всё. Собираюсь. Варшавский аэропорт. Знову. Тут у меня начнётся регистрация ещё не скоро. И я нашла нашилочку собі на рюкзак. Может, я навіть сейчас саду и тишу. Мне ещё два часа гулять. Варшавский аэропорт. Садка до Дубая. Такие справа. Садка до Дубая. Садка до Дубая. Садка до Дубая. Перелётная птица на проводе. Это Дубай. Но это даже ещё не половина пути. Мне ещё лететь и лететь. А я уже никакая. Уже ноги как бубери. Ладно. Сейчас буду всё подзаряжать. Ну, что это такое? Ну, конечно, ролик. Что же это может быть ещё? Это же Дубай. Аэропорт в Дубае охренеть. Раньше был маленький. Раньше был маленький, а теперь такого настроили. Мне до моего гейта идти 20 минут. Я просто в шоке. Он был реально маленький. Когда это было? Я не помню. Лет 5 назад. А может и меньше. А может... Ну да, лет 5 назад. Капец, как он развивается, этот Дубай, быстро. А где мой гейт? Си. Мне нужен Си 10. Да, хочется, чтобы и Украина после войны так быстро отстроилась, как Дубай. Иду, иду. Всё бесконечно. Всё бесконечно. А куда мне? Вниз? Мне, наверное, вниз. Да, вон Си. А вы знаете, у меня тут совсем не 3 часа быть. Через полчаса посадка. У нас самолёт трохи задержался. Я не успею подзарядить свои гаджеты. Буду подзаряжать Индонезией. Ну ладно. Надеюсь, успею. На мой рейс. Золотая гайма. Вот так вот. Приехала. Приехала. И теперь я уже на іншому краю земли. Под экватором. Значит, я для вас верх ногами. И сейчас буду проходить все контроли. Я думала, что будет очень-очень тяжело. Но ничего. Я думаю, у меня не хватит сил. Знайти свой готель. Типа расслабся. Ты острый божий. В общем, добралась я до Бали. Силы вообще уже не было никакой. И сейчас полтретьего ночи. Я невероятно счастлива, что мне это удалось. Без всяких турагентств. Потому что и раньше я всё время путешествовала при помощи турпакетов. И разных турагентств. Оказывается, можно вот взять... Ой, кто-то по мне лазает. Это такой приветственный жест Бали. Да? Ой, кто-то по мне лазает. Ну, в общем, отель, по-видимому, красивый. Там я прошлась в темноте ночью. Но уже увидела довольно красивые... Не знаю, как это назвать. Ландшафтный дизайн. В общем, немножко отдохну. И потом покажу. Послухай, какие тут звуки. Відпочела после приезда. И какую я вижу картину из моего номера. Подивите. Это что-то необычное. А внизу... Там шеи бесей. Делизи. Дея. Я проигней. Шея. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...